Продолжение следует... Здесь я наметил расширение нашей тюрьмы, именно этим мы сегодня и займемся. Поехали. Значит, идея такова. Я хочу добиться численности заключенных в 100 человек. Ну, на самом деле, получится чуть побольше, потому что один ряд у меня вышел в 14 камер, соответственно, как вы понимаете, здесь к бабке не ходи, больше 50 выйдет. Мы можем с вами прямо сейчас взять грант и попробовать его выполнить. Ну, точнее, не попробовать, а просто взять и выполнить. Значит, увеличить вестимость тюрьмы до 100 заключенных. Замечательно. Мы этот грант берем, нам дают какую-то денежку, по-моему, да, 10 тысяч авансовой, 20 тысяч премиальной. Отлично. И начинаем потихонечку строиться. Начать нужно, наверное, все-таки с кухни и столовой, потому что при таком количестве людей, как вы понимаете, нужно будет всех накормить. А с такого размера кухни и с такого размера столовой у нас вряд ли это получится. Наверное, кухню мы прямо огромной делать не будем, но точно ее расширим на какое-то, не знаю, вот такое вот, наверное, количество клеточек. Здесь, соответственно, все будет занимать столовая. С этой стороны в столовую тоже можно будет войти. Ну и что касается блока тюремного. Тюремный блок будет выглядеть у нас вот таким вот образом. Здесь очень классно у меня получилось, потому что коридорчики прямо попадают так, как надо, как будто я изначально это рассчитывал. Но на самом деле это не так. И нам нужна будет душевая. Итак, я предлагаю сделать следующее. Сделать вот такую вот душевую, наверное, даже может быть вот такую, и избавиться полностью вот от этой вот душевой. Зачем? Мы здесь с вами организуем еще одну комнату отдыха, то есть у нас будет одна вот покрупнее, другая чуть поменьше, потому что, опять же, количество заключенных увеличивается. Ну что ж, я думаю, что работа сейчас закипит. И у меня есть подозрение, что все-таки я хочу немножечко увеличить количество рабочих до, наверное, человек... Ну, я не знаю. Давайте до 12 пока что увеличим, еще 4 рабочих добавим, потому что в целом-то эти рабочие нужны только для строительства, а так их солить нам не нужно. Что еще мы можем сделать? Я бы хотел глянуть на опасность. Здесь написано, что уровень опасности низкий и довольных заключенных 13 человек. То есть это, на самом деле, хороший знак. Это значит, что мы двигаемся в правильную сторону, но вот проблемы область без основания двух человек, заключенных заперто в камере. Ага, понятно. Классическая история. Вот он, пожалуйста, заключенный сбежал. Короче, мой вам совет. Если вы когда-нибудь будете играть в эту игру, то никогда не берите себе вот этих вот безумных заключенных, потому что это просто какой-то бред. Они либо багуются, как вот этот господин, либо я не знаю, что с ним происходит, либо просто убегают, и охранники почему-то на это не реагируют. Пока мы строим помещение, я предлагаю еще поработать немного над декором. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Значит, я бы хотел что-нибудь с полом сделать. Во-первых, что у нас тут есть? Трава и камни, цветущее поле. Это все замечательно и классно, но у нас немножечко не то место. Металлический пол слишком жестко. Ну, вот здесь, в часовне, я бы, наверное, тоже хотел бы деревянный пол уложить. Что касается остальных комнат, то что можно придумать? Я даже не знаю. Если честно, можно подумать над этим. Плитка с орнаментом, ну, наверное, плитка это все-таки больше для душа, да? Соответственно, наверное, вот мы в новом душе вот в этом положим какую-нибудь керамическую плитку или что-нибудь, типа, пол в клетку, почему бы и нет? Насчет других я не знаю. Ну, давайте смотреть. Давайте прямо сейчас думать. Вот белая плитка, мне кажется, это для лазарета прямо идеальная вещь. Есть ковер. Ну, ковер можно просто постелить вот так, да, типа, ну, например. И как это будет вообще смотреться, я пока не очень представляю. Давайте мы, знаете, как поступим? Мы сейчас возьмем и вот так вот отступим по одной клетке с каждой стороны и положим здесь коврик. Ну, все, дальше баловаться пока не будем. Давайте у нас у рабочих сейчас очень много задач, просто я им еще подкидываю работу с полом. Но все-таки вот это все в приоритете, потому что если мы хотим большое количество заключенных, значит, нам нужно отстраивать новые помещения. Слушайте, а знаете, что мне интересно? Я здесь вот так вот выбрал, да, построить. Процесс идет строительство. Вот мне интересно, никто ли не свалит у меня сейчас? Я на самом деле мог допустить большую ошибку, к сожалению. И это будет очень грустно. Ну-ка, дайте-ка, подождите-ка, пока не поздно, мы сейчас попробуем сделать следующее. Мы сейчас вот эту вот линию уберем и не будем ее строить, потому что если они выбегут через вот эти вот дырки, будет очень печально. Нет, ну вы посмотрите на этих сволочей. Опять кто-то убежал. Ну вот кто у нас убежал? Давайте глянем. Заключенные. Два побега. 11, было 13. Ну, соответственно, тут понятно, да, кто сбегает. Вопросов больше быть не должно. Я не буду на это больше обращать внимание, но побег и побег, как бы. Я ничего с этим не смогу сделать, к сожалению. Нам бы вот это вот все перенести куда-то. И здесь нужна дверь. Ну мы доверим дадим. Почему бы не дать им дверь? Я не вижу никакой в этом проблемы. Вот вам держите дверь вот здесь. Давайте вот эту комнату прорисуем. Мы начнем сразу над ней работать, потому что у нас уже появится такая возможность. Наверное, я сразу же уберу вот эти вот заборчики, после чего мы уже поработаем над дверью. Посмотрите, вот сейчас душ как бы вот такого размера. Мне кажется, тот душ, который я построю, будет впрок, потому что я даже смогу вот сюда еще один блок сделать камер, например, и этот душ справится. Ну что касается прибытия. Я сейчас прибытия выключаю вообще, потому что у меня все-таки в планах строгий режим. Во-первых, за него побольше платят, но во-вторых, это будет некое испытание. Я не думаю, что со строгим режимом будут такие проблемы, как, например, вот с этими вот безумными гребанными заключенными, которые постоянно беснуются и портят нам жизнь. Ну а там уже посмотрим. Значит, здесь вроде что-то прорисовалось. Нам нужно теперь эту дверь отсюда, дружище, удалить, ты не поверишь. Вы занимаетесь, к сожалению, такой двойной работой, но я другого варианта вам не предложу. Но я все-таки расскажу вам, что третий побег, и мы опять же заходим в заключенных и смотрим. Слушайте, неужели не он? Нет, потому что нам сейчас завезли полную кабину вот этих вот невменяемых, и стало опять 12. Ну и все, вот вам и ответы. Вот вам и ответы, почему такие проблемы. Я не знаю, как они сбегают. Почему именно невменяемые заключенные сваливают, а остальные как-то держатся, мне непонятно. Здесь тоже требуется дверь. Давайте-ка дверям тоже сюда временно поставим, ребятки. Мы вам сейчас поставим вот такую вот дверь прямо вот сюда. Я надеюсь, что все-таки забор на месте. А забор действительно на месте. Это отлично. Это значит, что все пока что хорошо. Ну, по крайней мере, теперь вот здесь из забора ты не убежишь никуда. Можно убежать только с помощью вот этой вот площадки. Там уже посмотрим, что там с дверью, ребят. Давайте дверь одну уберем. Я здесь еще и нихрена не вижу, потому что темно. И хотелось бы понимать, что тут происходит. Но, скорее всего, происходит следующее, что на самом деле здесь просто очень много бревен. Потому что здесь вот, например, их тоже немало. Я вам так по секрету скажу. И мы бы могли что сделать? Мы бы могли вот эту вот дверь тоже бы демонтировать и застроить ее стеной. Так-так-так-так-так-так. Я вижу, что ты что-то пытаешься сделать. Блин, у тебя это получилось, дружище. Это еще один побег. Ах ты, скотина такая. Вот как ты вышел? Он на самом деле даже не перелезал. По-моему, он просто телепортнулся. У него есть такая способность. Ему можно... Короче, все. Невменяемые заключенные отказать. У меня сейчас сколько камер здесь? Наверное, 11, скорее всего. Я хочу сократить количество камер для невменяемых заключенных. Больше не заниматься подобной фигней, потому что смысла в этом никакого нет. Вот этот у нас ранен. Сколько тебе еще осталось сидеть? Ну, дружище, ты таким методом отсидишь все здесь, действительно, как я и говорил. И скоро пойдешь просто домой. Так, у нас застряли рабочие. Значит, пора вот этот вот забор сносить потихонечку. Да, наверное, даже не потихонечку. Я сделаю сразу вот так вот. Правильно же я понимаю? Да, я понимаю правильно. Меня только вот это вот место беспокоит. Я пока не уверен, что я хочу там сносить. Здесь сделали... Нет, вот здесь стену не заделали, поэтому здесь пока что торопиться нельзя. Но вот мне просто интересно, если сейчас вот эту стену снесу, что-то произойдет. Давайте проверять. Ну-ка, рабочий, приди, пожалуйста, и снеси. А я быстренько поставлю сюда кирпичную. Я надеюсь, что ты так же быстренько мне ее построишь. Но я не думаю, что они прямо через угол через этот убегут. Да, они все-таки пытаются это сделать, но охранники их ловят, и у них ничего пока что не получается. Но, видите, подбегают следующие, они тоже получают в щи. И я так понимаю, что это не остановить, да? Это сейчас будет происходить бесконечно, к сожалению. А может быть и не бесконечно. А может быть мы все-таки стену-то и построим. Ну, короче, в этот раз охрана действительно дала жару. И всех отхреначило очень жестко. Вот лежит куча народу, у которой непонятно в каком состоянии. Вот, и тут уже ничего не поделаешь. К сожалению, придется врачам поработать, наверное, в этот раз. Потому что вариантов просто никаких. А что у нас по лазарету? В лазарете у нас кто-то сейчас присутствует, и туда скоро отведут новых. Как вы помните, я немножечко ужесточил правила. Поэтому все-таки за такие проступки будет серьезное наказание. Но мы с вами продолжаем строиться. Я пока что выбираю вот здание. Я хочу, чтобы вот здесь у меня тоже здание-то появилось. Потому что у нас его тут нету. Единственное, что очень хотелось бы, чтобы это была не стена. Но, скорее всего, здесь стена все-таки появится. Ну, отлично, вроде тут потихонечку кровь убирают. Я тогда буду сносить вот эту вот историю. Не знаю насчет вот этого угла. Пока что как-то мне не хочется повторять ситуацию. Но, в любом случае, мне этот угол надо убрать. И надо здесь поставить стену. Опять побег. Все, мы просто забиваем на это и не обращаем внимания. Мне кажется, в лазарете уже не хватает коек. Да нет, вроде коек хватает. Я так думаю, что карцер нужно будет увеличивать. Ой, короче, я не знаю, что с этим делать. Вот, смотрите, ковер появился. Здесь у нас тоже появилась вроде доска. И, кстати, я не видел, чтобы сюда кто-то приходил. Возможно, я просто не обратил внимания. Но, вроде как, есть еще одна очередная программа по поводу этого. Давайте-ка посмотрим. Плотницкое дело. Каждому заключенному требуется верстак. Умелые рук. И с помощью верстака заключение могут делать долгостоящие предметы из дерева. По желанию. Вот один человек интересуется. Ну, давайте начнем, например. Можно же? Да, можно. Поведенческая терапия. Групповая терапия. Вот, духовное наставление. Давайте его тоже пропишем. Потому что, вроде как, часовня появилась, но она не особо работает. Ну что, рискнем еще раз. Давайте-ка я снесу вот эту вот стену. Это, конечно, жестко. Но я все-таки попробую и буду за этим сейчас следить, за развитием событий. Вроде заключенные сейчас по камерам сидят. Я надеюсь, что рабочим особо делать нечего. Они быстренько сюда подбегут. Быстренько мне вот эту штуку уберут. Я быстренько сюда поставлю вот эту вот замечательную стену. И, кстати, я вот хотел бы, наверное, забрать вот эту вот дверь. Потому что дверь надо демонтировать обязательно. И переставить ее туда ближе к двору. Но в этот раз все обошлось. Это просто супер. Дверь, пожалуйста, появись. Потому что нам-то нужна вот здесь. Отлично. Ну-ка, здесь с забором-то все нормально. Да, вот забор до конца доходит. Хорошо, давайте теперь начинать все-таки строиться уже внутри. Потому что мы разобрались вроде с побегами, со всеми остальными делами. Так, у нас, получается, пойдет вся эта история здесь. Нужно подумать, насколько я хочу расширить кухню. Борщить я не буду. Поэтому кухня, наверное, получит какой-то вот такой вот аппендикс. Ну, сколько здесь можно поставить плит. Вы же понимаете, что большое количество. Также холодильников я могу добавить. В общем, здесь никакой проблемы не будет. Я могу, наверное, смело снести вот эту вот стену, в принципе, прямо сейчас. А вот эту стену я могу снести тоже прямо сейчас. И у нас расширится тогда и столовая. Что касается камеры. Здесь мы воспользуемся все-таки копированием. Ибо это удобнее. А нам вот это не надо. Давайте подумаем, сколько нам скопировать-то. Нет, подожди, дружище, что-то я не той кнопкой начал. Мы скопируем, ну, скопируем сколько-нибудь. В принципе, можно все скопировать. И, наверное, просто повернуть. Хотя, зачем поворачивать? Мы можем бахнуть вот так. И нам нужно еще три камеры скопировать. То есть, получается, раз, два и три. Вот это делаем вот сюда. Подожди, а что не так? А, я скопировал с лишней стеной. То есть, мне нужно скопировать три камеры. Но только без вот той последней стены. Получается, что вот так. Ну, а здесь тупо повторяем. Только единственное, что-то тупо у меня здесь неправильные расчеты какие-то. Или в чем проблема? Ну-ка, объясните мне. Я ставлю вот так. А, ну правильно, я же без стены копировал. Все верно. Тогда вопросов больше не имею. Тогда вот с этого момента. Хотя нет, погоди, мне надо теперь скопировать. Да что ж ты будешь делать-то? Вроде выбрал уже инструмент, а он что-то не выбрался. Мне нужно скопировать теперь полностью весь блок. Бахнуть его, соответственно, вот сюда. Ну и все. Теперь у нас будет долгая достаточно стройка. Здесь, кстати, свет скопировался. Но у нас тут нету проводов. И провода нам надо подвести обязательно вот так. Обязательно провода надо подвести вот так. Что по деньгам? По деньгам что-то все нормально. Если честно, я даже запариваться не буду. Здесь мы просто проведем кабель для того, чтобы он подал вот сюда вот свет. И нам, наверное бы, на всякий пожарный пригодился бы еще один генератор. Вроде конденсаторов у нас нету. Но, тем не менее, что-то я промазал генератором, по-моему. Ну-ка, дайте-ка еще раз попробую. Вроде получилось. Еще немножко конденсаторов сразу добавим, чтобы проблем никаких не возникало. Ну и будем дожидаться окончания строительства. Слушайте, а вот пока они в камерах. Давайте-ка посмотрим. Я сейчас буду отказываться от этих камер к чертовой матери. И если такие заключенные появятся, я поставлю им снова их. Но я не хочу, чтобы ко мне больше они приезжали. Вот она камера. Здесь, соответственно, у нас что? Вот это пустая, да? Вот это стираем и здесь рисуем обычную. Отлично. Здесь пустая, здесь мы стираем и рисуем обычную. Я вообще совершенно не против, если они все к чертовой матери свалят. Потому что мне будет проще намного это все играть. Я не буду париться насчет каких-то там заключенных, которые сбежали. Что у нас здесь? Вот этот наконец-то умер, дружище, да? То есть, ну, я не знаю, унесут ли его труп. Возможно, он здесь навсегда. Ну и расставим освещение тогда хоть какое-нибудь. Давайте сделаем как-то вот так. Подожди. Это что такое? Это что такое? Это кто убежал? Два побега сегодня. Это за сегодня уже два побега. Заключенные. Девять человек осталось. Тридцать пять и четыре. Блин, а хрен его знает, кто, кстати, убежал. Здесь плохо, что не пишут. Такой-то заключенный убежал. Было бы на самом деле удобно. Я не понимаю, как они убегают. Ну, не было никакой дырки, чтобы сбежать. Значит, они сбегают через те ворота, получается. У меня другого варианта просто нету. Ну, короче, хрен с нами. Ладно, я не буду расстраиваться очень сильно. Я забыл, куда я лампочки поставил. Сейчас буду искать. Закажем еще огромную стену вот здесь. Только единственное, что в этой стене... Блин, нет, тогда огромную заказывать не будем. Подождите, мы тогда в этой стене сейчас сделаем какое-то количество дверей, чтобы они все заходили не через одну, а чтобы им было намного удобнее. Погодите, а вот здесь я, кстати, борщину. Здесь у нас по планировке ошибка. Так не должно быть. Это, во-первых, здесь должно быть вот так, получается. Да, и, насколько понимаю, здесь у нас пойдет коридор все-таки дальше. Соответственно, вот так. Это у нас сколько дверей. Давайте сделаем, например, каким-то вот таким вот образом. А может быть, знаете как? Может быть, здесь я все-таки вот тут дверь проделаю, потому что те будут идти снизу, им будет удобнее сюда. Куда, короче, заваливаться? Не знаю я. А может быть, еще надо добавить... Ну, давайте сделаем побольше двери, больше не меньше. Сразу я проложу маршруты, вот что я думаю, потому что иначе потом я забуду и будет поздно. Мне кажется, что здесь надо два маршрута сразу делать. Один вот так, один вот так. И здесь та же самая история, соответственно. Один вот так. Ооо, приехали. Добрый вечер. Я надеюсь, что сейчас никто не свалит, но дверь-то хрен откроешь, мне кажется, так же это работает. Ну-ка, погодите-ка, дайте-ка я включить нажму. Отлично, все включилось. Ну и что у нас с этим генератором? А, погодите-ка, а я провел здесь вообще какой-то провод? Ну, вообще должно было соединиться. Электричество опять нахрен выключилось. Почему это происходит, я не очень понимаю. Ну-ка, давай тебя включим, попробуем. Вот, электричество появилось, но вот этот генератор не работает. Что не так? Давайте подумаем. Может быть, здесь нужно проложить кабель? Я вам скажу, что денежки-то потихонечку отъезжают. Посмотрите, какое количество, да, нам счет выставили. Уже осталось 69 тысяч. Но это наверстается все, это я вам точно говорю. Я предлагаю здесь начать копировать. По-моему, двойной щелчок можно скопировать просто-напросто и не искать это все где-то там. То есть, например, вот мы сюда ставим еще парочку плит. Давайте, наверное, с плитами не будем стесняться. Можно мне, пожалуйста, еще раз копировать так же, как я это делал до этого? Нет, нельзя. Ну ладно, хорошо, я не гордый, я могу сюда зайти. Значит, комнаты у нас, кухня расширяется. Пожалуйста, нам кухню завезите. Столовая тоже. Будьте так любезны. А я лампочку сюда что, не поставил до сих пор, что ли? Здесь, кстати, у меня дверь должна быть. Вот здесь дверь где-то должна быть. Наверное, может быть, или может быть вот здесь вообще дверь. Хорошая идея. Давайте так и поступим. Мы тогда здесь дырку сейчас проделаем. Снесем стену вот здесь. И сюда же мы докупим металлодетектор. Вот сюда его прям поставим по классике. Я сразу добавляю раздаточные столы. И я сразу добавляю столы для господ. Столы для господ я буду сейчас добавлять в большом количестве. Ну, наверное, в максимальном, я бы сказал. Потому что я ни в чем нахрен не уверен. И пускай лучше будет много, чем потом мы охренеем от того, что он к нам заедет в 800 автобусов заключенных. И мы не поймем, как это вывозить. Но это будет интересно посмотреть. Но я думаю, что мы справимся на самом деле. Ну, может быть, там кто-нибудь избежит. Но никто от этого не застрахован. Я понимаю, что кто-то играет, черт возьми, идеально. И у него вообще никто не убегает никогда. И он все планирует заранее. Он чертит себе чертеж сразу на всю карту. А потом его потихонечку застраивает. Но я не из таких, я вам скажу. Я вот импровизирую в большей степени. Поэтому это, на мой взгляд, просто интереснее, чем быть готовым к тому, что произойдет. Короче, все. Я надеюсь, что вот этого количества столов должно хватить. Да, и все. Мы вроде справимся с кормежкой. Только единственное, что, опять же, здесь, наверное, с патрулями нужно разобраться заранее, чтобы мы уже понимали, как и что будет происходить. Но, опять же, надо дождаться столов. На кухню мы еще засунем мойку. А может быть, даже и не одну. Можно вот сюда. Можно сюда. Но не насколько удобно. Да, нормально, я думаю, будем. Давайте мойку сюда засунем. Здесь, кстати, освещение тоже надо завести. И электричество. Обязательно электричество чертовой дери вот сюда вот к плитам. Потому что без этого никак. А холодильников я, типа, решил не добавлять по какой-то причине, по непонятной. Но я все-таки парочку бы запилил. Слушайте, а вы обратили внимание, когда я выполнил грант? Или не обратили? Посмотрите, у меня сейчас только один. Или мне кажется? Я что-то неправильно понимаю. Один. То есть, получается, мы нашли наркотики. И мы сделали дверные знаки. Ой, дверные. Автомобильные знаки. Ну, возможно. Это не точно, но возможно. Слушайте, а мне бы посмотреть, что у меня вот здесь находится каким-то образом. Странно, что когда уборщик идет, я не вижу, что там происходит. То есть, он не дает никакого мне обзора. Ну, вот да. Вот, смотрите. Видите? Вот они. Знаки автомобиля. То есть, номерной знак 20 штук. То есть, мы действительно выполнили задание. И это классно. А вот, кстати, очередной претендент на то, чтобы сбежать. Смотрите, вот сейчас дверь открывается. И он просто выходит. Вот такая вот фигня. Да и более того, он еще здесь погулял и только потом сбегает. То есть, ну, как бы забейте. У нас, значит, камера освободилась. Правильно? Правильно. Значит, мы что делаем? Мы отказываемся нахрен от этих заключенных. И горите вы все в аду. Но мы не знаем, где он сидел. Да, это потому что нам нужно дождаться тогда вечера. Что у нас тут по столам? Короче, рабочие не выводят. Строительство еще дохрена, и мы не успеваем. Ну, вот пока что очередной господин гуляет у нас на улице. Все у него отлично. Это просто шикарно. Я за него очень рад. Пускай дышит воздухом. Может быть, он обратно? А, он обратно захотел зайти. Видите, какая фигня. Его пустили. Добавлю-ка я еще рабочих. Короче, не справляются они. Давайте посмотрим. Ну, пускай двадцатка будет. Уволить я всегда успею. Это не проблема. А сейчас главное, чтобы мы все-таки с вами это все дело построили. Потому что строить видно еще дохренища. А я воду-то провел. А воду-то я не провел. Погодите-ка. Вот с этим надо разобраться. Значит, у нас пойдет труба. Труба одна пойдет вот сюда. А вторая пойдет, наверное, вот сюда на всякий случай. Ну, хотя, в принципе, в этом смысла нету, да, получается. Здесь тогда у нас вода пошла. Здесь вода у нас тоже пошла. Но я вижу, что раз мигает такое количество унитазов, значит, они уже на местах. И им просто не хватает воды. Из-за того, что сейчас вот этот чертеж наложен, я не очень хорошо понимаю, что построено, а что нет. Я пока что просто боюсь что-то еще назначать. Лампочки вот здесь уже появились, но нет электричества, да, судя по всему. Да, это действительно так. Мы тогда электричество сейчас подведем. Ну, давайте вот отсюда. Мне надо также лампочки еще вот сюда размещать. Короче, я не знаю, ребят, как вы справитесь со всеми этими задачами. Но задача у вас будет действительно дохрена. Нам нужно еще душевую сделать, нормальную. Нормальную душевую, да. То есть можно, в принципе, выбирать комнаты, выбирать, соответственно, душ. И вот таким вот образом обводить. Но мне кажется, на всю толпу должно хватить. Сейчас я буду размещать насадки и сливы. Ну, я вам скажу, это просто забей вот это все размещать. Я подумал, сейчас они поставят хотя бы половину вот сюда. И я просто скопирую. Так, наверное, будет проще. Может быть, вот это все нахрен я тоже уберу. И, блин, я, походу, убрал лампочки, да. Замечательно, отлично. Классный парень. Давайте лампочки тогда вернем. Потому что без света никуда. Хотя, блин, наверное, для такого помещения надо будет два ряда делать. А то они здесь будут в темноте тусоваться. Но у нас здесь точно будет патруль охраны. Потому что это без вариантов. Эту лампочку уже поставили, да. Замечательно. Но вроде большая часть работы уже сделана. И все-таки электричество мне вот сюда надо было подвезти. А, я его и подвел. Я молодец. Вот сюда надо было просто подключить металлодетектор, чтобы все заработало. Но осталось совсем чуть-чуть. Видите, вот этот вот кусман, вот эта вот часть уже готова. Значит, я могу заниматься полностью расстановкой. Патрули, соответственно, у нас нарисованы. Патруль охраны здесь. Патруль охраны здесь. Тут. И здесь тоже. Но вот только единственное, что я забыл вот сюда его впиндюрить. Давайте делать по примеру того, что уже у нас есть. Здесь, соответственно, появляются у нас патрули. И я хочу тогда, получается, наверное, еще один патруль вот здесь организовать. Мне кажется, что три патруля на столовой будет нормально. А почему он розовый? Потому что я выбрал розовый, да. Ну, наверное, это не принципиально. Это просто для удобства. Когда ты хочешь понять, где у тебя какой патруль и за что он отвечает. Ну, я не вижу в этом никакого смысла. Вроде и так нормально. Да и у меня есть подозрение, что охраны нам понадобится намного больше. Я, наверное, найму какое-то количество. Что-то мы опять с вами вроде было только что там 8 тысяч. А стало как-то... Ну, не 8 было, 4. Ладно, уж чего там рассказываю. Но стало как-то мало. Резко причем. Ну, давайте я 35 охранников найму. Но это не проблема. На самом деле, мы сейчас все равно с вами добьемся того, что... Блин, а что за фигня произошла? Я выполнил грант. Посмотрите. Я его выполнил, но при этом ничего не делал для этого. Что-то здесь не так с этой игрой. Что-то игра багуется. Возможно, она засчитала мне обычных рабочих за заключенных. Я не знаю, почему это происходит. Но, тем не менее, вот если здесь покрутить, мы увидим, что выполнена вот эта вот сотка. Хотя у нас... А, погодите. Или здесь что написано? Увеличить вместимость до 100 заключенных. Вот оно что. Тогда нет. Тогда все нормально. Так, погодите-ка. А что вот здесь со светом? Да куда ты мне нажимаешь? Дай-ка мне посмотреть. Мне нужен свет. Свет мне нужен вот здесь. Да, я так понимаю, что здесь какая-то сложность с ним. Ну-ка дайте-ка я вот так вот размещу. Здесь, наверное, подожди. Давай вот так и вот так. Тогда будет нормально. Все, здесь осветили. Охранники ходят. Здесь не хватает. Нам подсказывают воды. А вода сюда просто не доходит. Это печально. Это печально. Будем тянуть трубу. Значит, труба нам все равно здесь понадобится. Потому что нам нужно сейчас будет подключить вот эту всю историю. Мне там положили вот эти штуки на пол? На пол эти штуки положили. Я вижу, что не дотягивается теперь электричество. Совсем чуть-чуть. Давайте вот так вот прокинем. Мы тогда с вами попробуем сейчас скопировать. Нет, подожди. Я сказал скопировать. Вот это вот скопировать. Нет, это нам не надо. Я хочу копировать вот это, пожалуйста, если можно. Потому что это невозможно размещать самому. Мне кажется, так будет намного быстрее. Сейчас самое прикольное это провести такое количество труб. Я надеюсь, что справятся вот эти трубы. Давайте я сразу сделаю вот таким вот образом. Блин, на рабочем еще очень много работать, я вам так скажу. Здесь что-то я не довел большую трубу. Вот сюда прям надо ее довести. И все будет хорошо. Но все. Сейчас должно все вроде получиться. Но все равно меня смущает следующая история, что двора вот этого нам будет недостаточно. Поэтому я беру ограду и продлеваю этот гребаный двор, наверное, вот на такое количество клеток. Мне кажется, уж такого-то точно хватит. Как только это доделаем, сразу снесем вот эти вот стены. Я бы, наверное, все-таки в целях безопасности, потому что наши заключенные убегают, поставил бы реально еще одну линию ограды на всякий пожарный прямо вот таким вот образом. Но пока что я не могу ее закрывать, потому что иначе тогда рабочие не выйдут и будет печально. Давайте тогда сделаем сначала вот эту вот часть и потом замкнем. Нет, слушайте, заключенные реально производят товар. Вот смотрите, что-то происходит. И это продается. Мы с этого зарабатываем. Там кто-то что-то опять пронес, но мы с ним разобрались. Кстати, подождите-ка. Вот у нас сейчас были заключенные в камерах. Сколько у меня осталось этих неуменяемых? Нет, заключенные. Раз, два, три, восемь, да? А здесь камера дохренища. Я не знаю, какую камеру стирать. Но я думаю, что если восемь, то есть смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. А у нас восемь заключенных. То есть, соответственно, мы попробуем сейчас с вами стереть и оставить ровно столько, сколько необходимо. Ну-ка, погоди, а вот подсвечивается, да? А вот подсвечивается вот так. То есть мы можем с вами убрать еще две, я так понимаю. Давайте уберем раз. И давайте уберем два. Хотя здесь на самом деле написано, что вот здесь девять сейчас. Правильно, мне засчитали? Да, мне засчитали. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Ну и давайте уберем еще вот эту. Так, у нас какой-то входящий звонок. Давайте послушаем. В связи с многочисленными жалобами этот радио идущий был уволен. В тюрьме больше не будет проблем с радио. Ну, наконец-то это закончилось. По-моему, это с прошлой серии тянется, если я не ошибаюсь. Ну да ладно. Да ладно. Все у нас нормально. Вот единственная проблема. То, что душевая вот эта строится. Охренеть, как долго. И нам придется еще подождать. Вот сразу я нашел проблемку, что нам нужно сейчас еще добавить один маршрут. И вот этот маршрут, как ни странно, будет вот такой вот. Потому что мне надо, чтобы вот здесь стоял охранник и открывал эту гребаную дверь. А то я просто переживаю насчет того, что такое количество заключенных, когда ломанется, у нас здесь пробка будет на весь вот этот коридор. Ну и вот, смотрите, очередной бешеный заключенный свалил. Ну и хорошо, флаг тебе в руки, дружище. Ой, еще один. Знаете, мне даже это уже начинает нравиться. Потому что мы теперь сможем избавиться от них. Я надеюсь, что они больше никогда не появятся. Значит, этот мерф, у нас их шесть. У нас их шесть. Соответственно, я сейчас буду убирать камеры. Ну, судя по всему, в воду уже подвели. Значит, вот здесь можно все хреновой матери демонтируть. Этот скотина здесь опять у нас начинает что-то здесь творить. И я тогда вот это все демонтирую. Нет, лампочку, кстати, не надо. Мне надо демонтировать все вот эту вот историю. Потому что здесь у нас в итоге будет еще одна дополнительная комната отдыха. Слушайте, а я забыл, кстати, еще вот здесь вот патруль сделать, да, по-моему? Ну да, я же хотел вот так по душевой сделать патруль. Не очень приятное, наверное, занятие патрулировать по душевой. Но уж ничего я вам не предложу, ребят. У нас будут серьезные сейчас заключенные. И нам нужно к этому подготовиться. Я вижу, что двор расширили. И на самом деле я бы уже заказал бы заключенных. Давайте посмотрим, как мы это сделаем. Прибытие, соответственно, вот этих отказать. Вот этих-то тем более. Значит, дайте нам, пожалуйста, строгого режима по максимуму, да, соответственно, до максимального значения. До 111 это 69 человек. Через 10 часов 69 тысяч денег. Ну и, соответственно, 69 проблем на самом деле. Потому что я пока не очень представляю, как мы это вывезем. Но я очень надеюсь, что мы с вами справимся. Значит, надо сейчас очень быстренько расшириться вот здесь. И, кстати, действительно, вот эта вот сетка, она с колючей проволокой. Поэтому я надеюсь, что через нее они не сбегут. Ну а там глянем. Знаете, может быть, здесь есть смысл сделать комнату отдыха для персонала еще одну небольшую. Чтобы персонал не вот сюда ходил так долго отдыхать. А вот типа чисто здесь отдохнул и пошел снова на работу. Но также мне нравится идея сделать здесь дополнительный карцер. Потому что мне есть такое ощущение, что у нас будет проблемы в этом плане. И карцеров будет не хватать. Поэтому я предлагаю здесь сразу разметить вот такую вот замечательную историю. Сколько у нас здесь помещается? Блин, а вот здесь не очень удачно получилось, я вам скажу. Вот эта кладовка нам всю историю портит. Хорошо, давайте пока с этим подождем. Я попозже этот вопрос продумаю. О да, еще один побег. Спасибо большое. Я надеюсь, что это свалил именно тот, кого я хотел выгнать отсюда хреновой матери. Ну-ка, дайте посмотрю. Итого 5 человек у нас осталось. Один труп лежит бесконечно. Хорошо. Значит, я вам сейчас еще одну камеру побрею. Но все-таки мне кажется, что вопрос с карцером надо продумать. Блин, или заняться этим уже в следующий раз. Потому что надо сейчас как-то посмотреть, как у нас все будет выглядеть. Вот здесь лампочек нету, но здесь они не особо нужны. Надо доделать двор. Это, во-первых, значит, здесь получается у нас вот эта вот ограда с травой. Она пойдет у нас вот так. Вот надеюсь, что никакой рабочий себя внутри не запрет. И мы тогда расширяем просто двор. Двор у нас просто становится тупо больше. Будем ли мы сейчас его декорировать чем-нибудь? Ну, наверное, будем. Потому что народу будет действительно дохренищен. Давайте еще парочку каких-то столов поставим. Например, как-то хаотично вот так. Громкая связь. Не вижу в этом смысла. Давайте какие-то боксерские игруши вам вот сюда воткнем. Развлекайтесь. А что еще вы хотите? Наверное, какую-то трибуну можно сюда вот запилить. Давайте мы ее повернем вот таким вот образом. И что вот это такое? Тренировочный манекен. Ну, пожалуйста, держите. Наверное, еще напоследок я добавлю парочку таксофонов. Да? Где таксофоны? Почему-то они не подсвечиваются. Ну, наверное, потому что они не обязательно на этой площадке. Я, если честно, таксофоны не вижу. Может быть... Блин, я взял и удалил стол. Но почему это так происходит? Зачем вообще так происходит? Я теперь не могу его найти. Не знаю. Что-то у меня, возможно, с глазами. Ну, вот, на самом деле, стол. Давайте его вот сюда вот бахнем. Я могу, наверное, скопировать просто таксофон. Правильно же? Можно же копировать через шифт, например, несколько сразу. Нет, так не работает. Но, на самом деле, все было на поверхности. Вот он, таксофон. Сейчас я вам сюда, ребята, еще накидаю какое-то количество. Вы сможете там связаться с кем-нибудь. С кем-то поговорить. Я вот думаю насчет того, что теперь нужна дополнительная комната для УДО. Теперь нужна дополнительная комната для свиданий. В общем, теперь с появлением, короче, новых заключенных все нужно дополнительное. И вот прямо на ваших глазах, смотрите, вот он вышел. Ну-ка, охранник, открой этому дверь. Давайте проверим. Нет, охранник не откроет. Двое стоят, смотрите. Охранник стоит. То есть сейчас подъезжают автобусы. И эти ребята просто уходят. Оп, дверь открылась. Один ушел. Смотрите. Проверяйте. Вот он. Раз. Вот он ушел. Дверь еще раз открылась. Этот не уходит пока. Вот он. Побег сегодня два, да? Вот, смотрите. Охранник все открывает ему дверь. А этот все не уходит. Ну, такая вот фигня. Мне кажется, какой-то баг на самом деле. И что-то здесь работает не так. Ну что ж, друзья мои. Момент истины. Вот оно. Огромное количество заключенных, которые приезжают к нам в тюрьму. И что-то мне кажется, что я хочу еще охранников. Я, наверное, просто загоняюсь немножечко по поводу того, что заключенных действительно много. Мы привозим сейчас столько же, сколько у нас уже было до этого. И, как вы видите, это количество сейчас будет увеличиться. Сейчас охранники начнут их разводить по своим камерам. Я думаю, что они нормально должны себя чувствовать. Я успел им разместить еще мягкие подушки. Как оказалось, эти мягкие подушки можно было просто провести. И стоп. Кстати, насчет еды. Получено достижение каменные стены. Классно, круто. Дайте-ка я, знаете, что сделаю? Я найму еще какое-то количество поваров. А что это у меня здесь не появились плиты? Я вроде эти плиты сюда заказал. Или я что-то не так сделал? Нет, вроде сделал все правильно. Давайте добавим еще плит. Просто посмотрите на это. Вы просто на это гляньте. Я думаю, что никакая охрана здесь не вывезет. Я надеюсь, что они сейчас не убегут. Но я думаю, что все-таки не убегут. 109 и 111. Я не знаю, почему именно столько. Или все-таки убегут. Нет, заключенный, он пошел что-то пол там и что-то делает. Он ходит со шваброй. Ну, короче, надо ждать, когда их всех заселят. Но я вам скажу, что проблемы начались сразу же. Один из заключенных напал на охранника и получил по щам. Во-первых, мы не вывозим и не можем их никак довести до пункта назначения. И посмотрите. Посмотрите, какое количество заключенных здесь ходит. И действительно, это выглядит интересно. Но настолько же интересно, как мы с этим будем справляться. И справимся ли мы вообще. Находим какие-то запрещенные предметы. Оно и понятно. Это будет периодически происходить. Меня в целом это не пугает. Меня пугает вот единственное, что... Как сейчас будет выглядеть наш двор. Я хочу посмотреть. Давайте напоследок глянем. Мы все еще не довели всех. И у нас какие-то смерти. Я так понимаю, что начались какие-то беспорядки. И кто-то вбежал. И это опять же безумный господин. Я ничему не удивляюсь. Пускай идет. Наверное, здесь нужно добавлять дополнительные патрули. Я в этом в принципе уверен. Патрулей у меня здесь два. Я добавлю вот так. Добавлю вот так. И добавлю вот так. Охраны здесь нужно действительно много. Я нанял дополнительных охранников. Поэтому никаких проблем с персоналом возникнуть не должно. Побегов у нас сегодня три. Мы в принципе знаем, кто убежал. И нас это не смущает. Вроде как мы разобрались со всеми заключенными на входе. И остался всего лишь один. И это радует. Вот такое количество заключенных у нас сейчас имеется. И проблемы уже начались. Вот здесь есть мертвые. Здесь есть раненые. Мне кажется, сейчас надо будет думать над тем, чтобы построить нормальный лазарет. Построить большое количество карцеров. В общем, все придется в размерах увеличивать. Но я думаю, что это будет интересно. Ну а серия на этом завершается. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok